В регионе прошли публичные слушания на тему системного ведения предпринимательства. На нем были обсуждены различные проблемы и барьеры в отрасли. Что волнует владельцев местного бизнеса, узнаем в сюжете. Для посетителей была организована выставка товаров местных производителей. Здесь были представлены перпелиные яйца, мучные изделия и национальная одежда. Участники проекта Аула Манаты и Бераул Берюнем ознакомили посетителей со своей продукцией. Одна из них – Алмагуль Карасаева. Она занимается тепличным хозяйством площадью 4 гектара уже два года. Она выращивает огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны и кабачки. Кроме того, имеется 12 видов зелени. Сегодня овощи поставляются на местный рынок. По словам предпринимателя, теперь ей нужны рабочие. В целом для нашей отрасли много программ. Будь то субсидия на воду, свет рабочих. Накимат всегда поможет при обращении. Но единственное, что я всегда прошу – это рабочие. Потому как в нашем бизнесе всегда не хватает рук. На собрании предпринимателя были заданы вопросы о барьерах для участия граждан в конкурсе по закупкам, получению льготных кредитов безвозмездных грантов. По словам ответственных, поскольку жители района активно трудятся в сфере предпринимательства, есть и другие проблемы. К примеру, участники программы Бераул Берюнем теперь могут участвовать в получении гранта уже в этом году. Сумма составляет 5 миллионов на выращивание продукции. Кроме того, в этом году в рамках программы Ола Моната проходит небольшая задержка кредитования и финансирования. Помимо прочего, в этом году у нас профинансировано 36 проектов. Также был затронут земельный вопрос. По словам специалистов Акимата, озвученные на встрече предложения и обращения будут направлены в компетентные органы и рассмотрены. Стоит отметить, что всего по Монолинскому району завистрировано более 10 820 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 693 – крестьянские хозяйства, 980 – юридические лица, 9150 – индивидуальные предприниматели.